Ответьте, пожалуйста, что должна делать жена, какой она должна быть, чтобы финансовые доходы мужа увеличились и его статус в обществе возрос, что влияет на материальное благополучие семьи, карта, судьба. Ну, то есть вопрос такой, как мне быть, иметь больше денег в жизни? Ну, вот, допустим, я Бог, да? И вот, допустим, я Бог, и вот вы задали мне вопрос, и я могу вам дать больше денег. А по факту, почему вы хотите больше денег? Потому что жадность. Жадность. Вы не принимаете те условия жизни, которые для вас являются самыми благоприятными. Если вы спросите меня, Олег Геннадьевич, надо было по-другому задать, Олег Геннадьевич, вот у нас бедная семья, это хорошо жить в такой семье, мне благоприятно или нет? Ответ такой, вот какая у вас сейчас жизнь, это самая благоприятная для вас жизнь. Лучше вы не сможете найти, потому что Бог создает самое лучшее человеку, что может быть. Вот представьте, допустим, если вы говорите, Олег Геннадьевич, не верю, давай денег. Ну, я, допустим, Бог, да? Я самый близкий для вас. И я, допустим, вам даю деньги. Это означает проклятие. Потому что, если человек очень сильно этих денег хочет и ему их дать, что дальше происходит? Его правильное понимание, для чего жизнь, от этого уменьшается. Он погружается в неправильное представление о жизни. То есть он вообще забывает о самосовершенствовании, о развитии, и он погружается в отношения с этими деньгами, понимаете? Он начинает этим жить. И всё, и дальше до свидания. До свидания, цель человеческой жизни, до свидания. И поэтому Бог не даёт. Но если вы хотите, чтобы дал, я вам сейчас объясню, как надо делать. Надо каждый день садиться и молиться, и говорить Богу, пожалуйста, дай мне денег. Не нужна мне твоя духовная жизнь, не нужна любовь, мне ничего не надо, мне нужно только денег и денег. И он тогда посмотрит на вас, посмотрит, несколько ещё, как бы, вариантов вам предложит каких-то других. Если только денег, ну хорошо, получи свои деньги. Ведь не сложно Богу денег-то дать. Получи и распишись. И всё. За что боролся, на то и напоролся. Жизнь потом пошла. Вот почему люди деградируют, если задать вопрос, почему люди спиваются, почему они становятся рецидивистами, потому что они этого сильно хотели. Их предупреждали, что не надо, а они опять. Их предупреждали, что не надо, а они опять. Если сильно хочешь, получи. Бог учит душу по-разному. Также через эти испытания иногда надо пройти. Хочешь денег? Ну, получи денег, на. И дальше жизнь малиной уже не покажется. Потому что, когда люди вот в атмосфере сильного желания денег живут, и они ещё пошли эти деньги, то между людьми очень циничные отношения складываться начинают. Они ведь делят потом эти деньги. Ведь когда деньги есть, они же сами не делятся. Их надо делить. Муж хочет себе, ты хочешь себе. И начинаются раздоры. Когда не было денег, не было раздоров. И что дальше началось? Расколбас полный. Потому что, что произошло-то? Старику дали корыто нормальное. И понеслась. Так как он по судьбе не достоин был этого корыто. Дальше, что произошло? А эта тётка совсем обнаглела. Решила уже господствовать над золотой рыбкой. Владыческой морской решила стать. Ну, тогда, пожалуйста, назад корыто. Вот так вот, мои хорошие. Ведь на самом деле всё очень просто. Бог, ему несложно дать денег. И по факту он с удовольствием их даёт тому, кто может с этим справиться. Вот смотрите, энергия богатства, энергия власти является самой тяжёлой энергией в этом мире. Тяжёлой для самосовершенствования. Потому что, вот допустим, вот очень солидный человек на мои лекции не придёт. Он спросит, кто их читает, эти лекции? Какой Олег Геннадьевич? Он сам в тысячу раз Олег Геннадьевич. Ну, какой Олег Геннадьевич? Какие лекции? Не придёт, потому что он очень солидный человек, понимаете? У него большое влияние означает, что он себя не чувствует уже давно слугой в этом мире. Он больше и больше чувствует себя Богом. Богатый человек, очень богатый, тоже не придёт, скорее всего. Но есть очень богатые люди, которые смиренно себя ведут. Вот это уже те, кто достойны этих денег. Вот это как раз и означает быть достойным. Когда солидный человек достоин своего положения в обществе, когда он способен преклоняться перед духовно старшими, значит, он достоин положения в обществе. И он будет столько пользы приносить людям. Вы не представляете, если хотя бы один правитель стал духовно зрелым человеком, страна, которую он правит, превратилась бы в рай сразу же. Он столько пользы бы людям принёс просто от того, что он не хочет пользоваться тем, что ему судьба даёт, сыпет на него ковшом, а хочет это всё делать для людей, понимаете? То есть земля превращается в рай. Вот хотя бы чуть-чуть, и то люди благодарны. Вот, допустим, в Белоруссии там вот этот вот их правитель, он был хозяйственником на земле раньше, а потом его сделали правителем. Он летает как бы вдоль вот этих вот всех полей там и смотрит, где не занята земля, не засажена. И заставляет или отнимает землю, заставляет засевать её или отнимает. И вся земля засажена, все люди как бы, сейчас столько продуктов там, у них всё своё. Почему? Потому что правитель очень заботится, он хочет, чтобы росло на земле. Он хотя бы в сельском хозяйстве заботится, потому что у него это есть. И сразу всё процветать начинает. Но почему этого нет? Потому что мы не достойны такого правителя. Кого мы достойны того получаем, мои хорошие? Нет смысла беспокоиться об этом. Я просто говорю, почему денег не дают. Потому что это очень сильно может помешать нашему настоящему развитию. Кому-то не мешает, таким людям дают деньги. Нет проблем. У них очень большая сила эти деньги использовать на благо людей. Нет проблем. Вот накопите в себе такую силу использовать деньги на благо людей, и деньги посыпятся на вас сразу. Потому что Богу нужно, чтобы в этом мире было благо для всех. Ему это надо. Поэтому сразу посыпется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Почему, Олег Геннадьевич, у нас в семье нет денег? Потому что вы мало занимаетесь благотворительностью. Докажите Богу, что вы можете правильно использовать эти деньги. Начните жертвовать, начните отдавать, и вы увидите, как Бог создаст вам ситуацию в жизни, в которой вам легче будет зарабатывать на жизнь. Все очень просто. Чем больше жадности, тем больше нищеты, чем больше благотворительности, чем больше богатства в жизни человека. Это закон. Он работает всегда и везде. Кто-то уже знает этот закон, поэтому подтверждение точно. Ведь ее точно прозвучало сильнее, чем мои слова. Значит, она знает больше. Я могу только догадываться. То же самое власть. Почему человек занимает пост президента страны, допустим? Потому что он это заслужил в прошлой жизни. Но почему он не ведет себя как правильно в этой жизни? Потому что пост соблазнительный. Это экзамен тяжелый, понимаете? Его не каждый может сдать. Не каждый, заняв пост высокий, может остаться человеком. Многие теряют в себе вот эти вот чистые черты. Они начинают использовать страну. А кто-то просто и не может ничего поменять на этом посту. У него просто нет силы. Понимаете? Такое тоже может быть. Поэтому разумные люди не стремятся ни к деньгам, ни к власти. Они стремятся к счастью. Служение. То есть они служат Богу, служат другим людям и получают это счастье в жизни. Нормальную, счастливую жизнь. Я под Краснодаром живу рядом с поселением. Там живут люди интересные. Они живут без света, без воды, без электричества, без газа, без всего. Просто срубик такой стоит. И они там живут. Очень счастливые люди. Они общаются с чистой землей, кушают чистые продукты, омываются настоящей пранической водой, которая как бы на природе. Они живут на земле, получают от нее тепло, спокойствие, защиту. Летают настоящие птицы, чирикают над ними постоянно. На дальней станции сойдут. Трава по пояс. Да, вот такая энергия. Природа. Природа — это энергия счастья. Когда человек близко с природой живет, он получает счастье. Но когда человек имеет деньги, чтобы построить себе большой дом, природы уже становятся меньше от этого. Станутся больше дома, меньше природы. А если жить вообще в центре крутого города, в элитном, тогда вообще никакой природы. Понимаете? Куда стремишься, то и получаешь. Вот в этом проблема. Люди часто не понимают, где счастье. Они не понимают просто. Поэтому они несчастны. Большинство людей сейчас страдают просто от того, что у них не хватает энергии, от усталости. Этой энергии не хватает, потому что не хватает природы. Если человек живет ближе к природе, у него больше сил. Означает, он больше может развиться, больше может сделать жизни. У него больше сил, энергии. Я когда приехал в Краснодаре, под Краснодаром, просто мы сняли простой домик такой. Ну такой совсем простой. Вам даже будет как-то странно увидеть меня в таком домике. И там курицы ходят, ко-ко-ко там, ка-га-га. Все вокруг там кошки залазят, нам сидят там под окном смотрят. Ну такое, то есть совсем простая жизнь такая, да? Я начал отдыхать. Я обычно езжу, так сильно устаю, а тут я начал отдыхать. Начал чувствовать, что есть на самом деле здоровье, бывает в этой жизни. Начал чувствовать себя здоровым, нормальным человеком, несмотря на перегрузки, эти с полетами связаны. Думай и выбирай, да? Как, для чего, зачем? Поэтому не всегда эти особые деньги-то и нужны. Продолжение следует...